Илита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Наконец-то вышло обновление и наконец-то ввели новые предметы, которые мы долго ждали, в том числе и блок для создания статуй. У меня на прошлой учетной записи, да там 200 уровень, там тоже был блок от прошлого компедиума, но, к сожалению, его нельзя было передавать. И статуя осталась там. Но данный блок мы можем как передать, так и продать уже 1 сентября. Еще смотрите, прошлую статую, да, если ты сделал, ее нельзя было изменить. Теперь это можно сделать, то есть теперь можно изменить статую. Но для этого нужно будет купить отдельный предмет, то есть это будет такой блок и плюс на нем инструмент еще сверху. И с помощью его вы сможете изменить свою статую. Ну что ж, давайте вместе с вами сделаем мне новую статую. И я вам покажу интересные плюшки. Ну для начала, давайте быстренько пробежимся по интерфейсу. Вот перед нами статуя. Мы можем сделать два вида. Как просто обзор статуи, так и как будет в результате. Вот вы видите, на эту кнопку нажимаем в результате и как обычная статуя. То есть по идее так будут видеть все игроки. Еще вот, что важно, да. Мы можем переключать статую как за свет, так и за тьму. И она отличается очень сильно. Я не знаю, зачем так сделали разработчики Valve, да. Что так убого выглядит. Мне кажется, вообще не красиво. Но за тьму у вас, видите, будет черная статуя. Поэтому перед тем, как выбрать статую, смотрите обязательно, как она будет выглядеть и за тьму, и за свет. За свет, да, красиво, я согласен. Так бы и оставили за тьму так же, да. Но нет. Они решили сделать за тьму черной. Далее выбираем анимацию любую. И выбираем кадр. Потом пишем название. И все. И создать. Также, смотрите, очень важно. Мы можем вернуться к снаряжению, одеть любой другой предмет, например, вот плащ, и вернуться обратно к статуе. То есть, статую вы делаете из ваших текущих вещей на данном герое. И они потом сохранятся. Это очень важно. Поэтому оденьте сначала героя, потом делайте статую. Опять показываю, как одевать героя. Нажимаете к снаряжению, меняете предмет на любой другой, и вернуться к статую. Чтоб все было быстро. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь и есть. А, еще. Мой вам совет при выборе. Какой? Смотрите. Выбирайте не своего любимого героя. Мне кажется, любимый герой, он меняется каждую неделю, каждый месяц, да? И потом он просто вам будет неинтересен. А выберите самого интересного героя. То есть, необычную статую, необычную анимацию прикольную. Например, вот, популярная статуя, это Висп. Посмотрите на это чудо. Так, где наша Виспуля? Сейчас я не вижу... А, Висп. А я еще Висп. Л-О, да. Привык к его старому имени. Смотрите, вот он. Ну что это такое? Он похож на спутник. По-моему, раньше такие спутники были в СССР. Ну вот. Вот это необычная статуя, я считаю, да? За свет она выглядит так, за тьму вот так. У него всего лишь одна анимация. Одна. И вот кадр. Просто крутим тупо. Вот это вот необычная статуя. Давайте посмотрим еще, что у нас здесь есть интересного. Есть Зевс, например. У которого тоже есть спаун, да? Видите? И можно вот сделать так, типа он подпрыгивает. Далее у нас... Здесь не все анимации, к сожалению, есть. Например, если мы выберем... Так, если мы выберем... Тераблэйт. Где он там? Вот он. А, тераблэйт, да? То, во-первых, здесь сразу какой-то баг происходит. У него такие гламурные крылья. Во-вторых, как я понял, здесь нету формы его, когда он превращается в демона. Здесь ее нету. Это минус. То же самое и Феникс. Если мы выбираем Феникса, да, здесь нету яйца его. А было бы прикольно сделать яйцо Феникса. Давайте я вам покажу самые интересные формы. Ну, или анимации. Ну, давайте я покажу вам Феникса, ладно. Так, Феникс. Вот он Феникс. Вот наш Феникс. Вот я в таком виде покажу. Но, во-первых, самое интересное, вот эта вот анимация. То есть, когда он проваливается на... Вот так вот сделает. Типа пьяный Феникс. Смешно, да? Такая вот у нас будет статуя. Типа. По крайней мере, я такой еще не видел. Так она выглядит, когда за тьму. Неплохо. Здесь очень много анимаций. Очень много. Где он подпрыгивает. Вот. Вот вы видите. Очень красиво. Очень. А, там еще есть анимация, где он типа шар. Так, сейчас, секунду. Где это, интересно? Я не помню, где это. А, вот где он крутится, есть. Потом. Можно взять и сделать статую самую высокую. Я сейчас вам покажу как. Например. Можно взять Минера. Вот у него, кстати, необычная статуя. Ну, то у него есть спавн, да? Это понятно, да. Довольно высокая статуя. Вот вы видите. Очень высокая будет. И красивая, да. Таких очень мало, но такие делают. Но сегодня я нашел еще красивее. Например. Вот эту анимацию. Здесь еще выше можно сделать. Смотрите. Вот вы видите, да? Опа. Я не знаю, какую я буду выбирать. У меня будет выбор из двух статуй. Вот так вот сделать. Самая высокая точка. Вот. Интересно, как это будет выглядеть уже в самой игре. Так вообще не видно. Очень высоко находится наш герой. Там еще гранатомет у него. Вот видите, летит. У-у-у. Вот так вот. Или вот такую я буду выбирать. Или сейчас покажу еще. Так. Или Sky. Sky Mag. Где у нас Sky S. Вот. Он какой-то необычный. Он большой. Вот вы видите. Он отличается от всех. Он даже больше Феникса. И мне почему-то кажется, что это типа баг. То есть в игре он будет такой же маленький, как и остальные. Но здесь почему-то он большой. Мне нравится вот эта вот анимация у него. Тоже высокая точка. Вот. Когда он перед собой руки ставит и крылья вот так вот делает. Расправляет. Очень красиво. Давайте вот так вот глянем. Вот. Я скорее всего буду брать именно эту анимацию. Очень красиво. Мне нравится такая статуя. Типа за победу название напишу и адрес своего канала. Это за свет и за тьму. Тоже за тьму красиво выглядит. Очень красиво. Не забудьте одеть шмот. Еще раз говорю. Ну вот все. Я не знаю, что выбирать. Честно. Не знаю. То есть еще у нас здесь есть интересный пуш. Неинтересно. Пак. Думаю, вряд ли интересно. Фантом Уассер. Ну-ка, Пак, подождите. А что у него есть? Не все анимации, еще раз говорю. Ну, ничего интересного здесь. Просто передвижение. Так. Омник. Огр. А, еще у Энигмы. Да. У Энигмы вообще красиво вышло. Вот. Очень красивая у него анимация. Да любая. Ну, красивая статуя. Очень нравится. Ну, скорее всего, давайте тогда я уже возьму Скаймага. Сделаем. Ну, я вам советую или брать Скаймага, да, или все-таки Минера. У Минера тоже очень красиво. Вот, я не знаю, какую из них выбрать. Вот эту я выбрал. Очень красиво выходит. Вообще, вот, ништяк. Опять же, за эту статую можно ставить лайки. То есть, игроки другие могут вам ставить лайки, могут читать комментарии, надпись. Хорошо. Ладно, сегодня я уже решил, поэтому делаем Скаймага. Выбираем Скаймаг. Опа. Выбираем ему анимацию данную. Делаем прям крылья. Самую высокую берем. Вот так вот. И где он крылья расправляет? Вот. Это, да? Да. Ух, шикарно. Теперь смотрите, пишем. А там сколько букв? Там, по-моему, много можно написать. Нет, не много. Но я хочу написать адрес своего канала. YouTube.com ArxPlay. О, влезло прям идеально. А у кого-то не влезет. За победу. О! Это вообще великолепно. Все влезло. Отлично. За победу. YouTube.com ArxPlay. Ну все. Теперь можно ее создать. Создать героическую статую. Так. Вы не можете ее менять. А, вы можете менять только используя... Как будто я вам говорю про новый предмет. То есть, ее изменить можно будет только с помощью нового предмета. Вы уверены? Да. А-а-а-а. Я не такую брал. Э! Ладно. Ладно. Нормально. Предосмотр. Красота. За победу. У-у-у-у. Надеть на всех. Ну что ж, давайте посмотрим, как это выглядит в игре. Ну вы готовы? Вы готовы лицезреть чудо 2015 года? Мне уже это понравилось. Смотрите, справа видите? Пьедестал. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. О! 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 Е-е-е-е-е-е! О! Еще! Еще! О! Какая красота! Просто красота! Не прогадал. Очень красиво вышло. Просто муа! Муа! Просто пальчики оближешь. Я бы еще глянул, как выглядит минер. Пишите в комментариях, какую статую выбрали вы. Если у вас есть минер, покажите. Я хочу глянуть, как она выглядит из-за минера. Именно та анимация, которую я вам показывал. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал.